всем добрый день мы сегодня оказались в таком чудном месте под названием asia gardens это отель который находится на территории бени-дорма ай артемыч ты опять лезешь ко мне и мне заблокируют это видео потому что ты без майки ну как его не поснимать но он это тот который самое больше всех тут кайфует мой бедный артемыч такой вот бассейн сейчас я вам сделаю обязательно маленькую экскурсию хотела сегодня обсудить очень много интересных тем и по поводу питания да вы мне говорили что многие говорили что нравится тема питания но знаете сейчас это настолько тема очень интересно очень обширная и достаточно не как вам сказать правильно я все-таки еще не пришла к идеальному можете сказать и образу питания потому что сама экспериментируем он рассказывал что есть час очень много экспериментирую потому что понимаю что есть вещи которые подходят души который не potential есть вещи которые у кого-то работу и кого-то не работать мы все настолько так индивидуальны настолько индивидуальны что у каждого человека работает своя система и я перепробовала много чего и вижу, что практически все, практически, ну не практически, в общем, многие системы у меня не работают. Либо они работают, ну как обычно, работают очень кратковременно. И, к сожалению, так у многих получается, что когда вы начинаете свое питание и ставите себе какие-то ограничения, что получается? Всегда получаются срывы, всегда они будут. И заканчивается это все тем, что у вас есть какие-то результаты, но эти результаты, к сожалению, не остаются постоянно. Это временный результат. Вот поэтому я решила заняться, можно так сказать, таким исследованием. Знаете, сейчас вот тоже наблюдаю за собой такую вещь, что все равно самый лучший способ питания – это питание интуитивное. но для того, чтобы прийти к этому питанию, нужно очень хорошо себя слушать, нужно очень сильно за собой, можно так сказать, наблюдать, потому что многие люди понимают это очень буквально и говорят, что вот, а вот мой организм просит 3 килограмма конфет. Да, вот этого ведь не должно быть, потому что на самом деле ваш организм не просит 3 килограмма конфет. Это ваш мозг, который привык, что вы постоянно его ограничиваете, привык, что вы постоянно ему что-то не даете, постоянно что-то забираете, ставите ограничения, ставите какие-то запреты. А вы знаете фразу «запретный плод сладок». Как только начинаются запреты, мозг начинает включать функцию защитную, начинает включать функцию тревоги, и он, как назло, начинает просить вас намного больше именно того, чего вы ему запрещаете. Вот поэтому очень важно работать с мышлением, с головой в этом отношении, потому что вы можете делать очень много всяких разнообразных диет, вы можете заниматься, убиваться в спортзале, не вылазить оттуда. Все эти результаты, они будут очень-очень краткосрочные, потому что ваш мозг будет постоянно находиться в состоянии тревоги, в состоянии запретов, и так как тревога и запреты у него вызывают только одно, это чувство самосохранения, чувство выживания, и, соответственно, он будет вам давать сигнал на то, что «да, есть конфеты, ешь конфеты, есть хлеб, ешь хлеб, есть вот это, ешь его, ешь, ешь больше». Поэтому у вас начинаются вот эти жуткие срывы, когда вы начинаете есть одну печеньку, и у вас не заканчивается это одной печенькой, у вас начинается вся пачка, вторая пачка, третья пачка. И так, пока вы не закончите все то, что у вас есть по всем ящикам. В общем, на эту тему я сегодня с вами хотела поговорить, а пока будем говорить, я хочу пройтись по отелю, показать вам, чтобы вы не просто смотрели на один бассейн, а чтобы это было интересно. Поэтому я сейчас поднимусь, оденусь, и мы с вами пройдемся. И приглашаю вас на интересную такую беседу о питании и о том, насколько мы должны воспитывать в себе. Не то, чтобы воспитывать, а у нас должна быть культура питания, у нас должны быть нормальные, адекватные отношения с питанием. Потому что если мы не налаживаем эти отношения, у нас получается то, что получается. Лишний вес, постоянные какие-то срывы, постоянные какие-то зажоры, и мы вечно недовольны своим телом, мы вечно недовольны тем, как мы выглядим. И всегда откладываем жизнь на потом, всегда откладываем жизнь на тогда, когда я похудею, я буду фотографироваться, или когда я похудею, я вот туда вот пойду, или когда я похудею, я куплю вот наконец-то вот это платье. И получается, что вы просто каждый раз откладываете свою жизнь на потом. И когда вы живете? Никогда. Потому что вы постоянно ждете, когда вы похудеете, а оно не худеется никогда. потому что вы начинаете сегодня и завтра вы уже закончили потому что вы съели две пачки печенек в общем как то так поэтому приглашаю вас прогуляться со мной по замечательной природе этого отеля здесь очень красиво потому что здесь сплошная природа как всегда цветы только что с артемом мы надыбали белочку которая пришла к нам обалденным красивейшим хвостом и что-то жевала и что-то держала в своих лапках такая красивая а вот здесь вот очень красивое дерево у которого такие колючки посмотрите класс еще на нем какие-то есть плоды но тут не видно они какие-то пушистые большие блин жалко не видно ладно хорошо значит мы с вами пройдемся по территории отеля и я вам пока расскажу все то о чем я хотела с вами поговорить и вы мне расскажите кто такое практикует кто такой не практикует так вот я вам говорила по поводу питания и да это правда что нужно приходить к тому что не нужно себя ни в чем ограничивать потому что всегда все любые ограничения ведут только к одному ведут к тому что вы хотите больше именно того что вы себе запрещаете и поэтому на данный момент решила я больше не заниматься никакими экспериментами просто очень тщательно прислушиваться к себе работать все с психикой работать с головой вот сейчас вам покажу гранаты которые зеленые висят вот они вот потому что как только вы начинаете где-то себя щемить ваш организм как на зло начинают просить именно этого а не то чтобы это происходит на зло нет это происходит по одной простой причине что мы те существа у которых есть мозг у которых есть защитные функции на когда нам холодно мы хотим согреться когда нам жарко мы хотим охладиться когда мы хотим пить мы пьем воду да вот здесь вот такая штуковина мини клуб для детей сюда придет тема немножечко попозже а вот здесь у нас красивые цветы как всегда вот я немножко буду отвлекаться от темы конечно потому что я хочу вам показать цветы и кусты и деревья пальмы как всегда вот по газон иду где наверное не надо ходить вот покажу вам бассейник ну в общем чтобы вам было не скучно слушать я чтобы было заодно интересно и смотреть и слушать одновременно вот поэтому я например тоже сейчас решила не экспериментировать решила слушать только себя и самое главное это очень огромная работа с головой работа с мозгом потому что нужно учиться делать всего лишь одно позволять себе все ваш мозг должен понять что нет никакой опасности ваш мозг должен знать что никакой опасности не существует что у вас в изобилии есть все у вас в изобилии есть вся еда что вы хотите у вас в изобилии есть все питье что вы хотите можно пить газировку можно есть блины можно есть пиццу торты конфеты это нужно дать понять вашему мозгу чтобы он перестал заходить состояние тревоги и постоянно долбить о том что тревога тревога нам скоро не дадут еду а давай это все накопим а давай сейчас все это поедим а давай сидим 3 тонны пиццы а давай сидим три килограмма конфет а давай сидим три плитки шоколада сразу и все это желательно сразу и все это вместе все это за один вечер и давай вот так вот натопчемся потому что завтра нам ничего не дадут завтра мы начинаем диету вот что очень часто происходит поэтому здесь только один выход из положения я вам говорила что я тоже сейчас очень экспериментирую и я знаю что придет момент я найду свой идеальный способ на данный момент я его не нашла я вам много рассказывала о том как я зашла в тему бизнеса у бизнеса фитнеса я зашла вообще на как для меня это все было очень незнакомо в плане фитнес бикини в плане выступлений в плане подготовок я ничего этого не знала я зашла решила поэкспериментировать и меня конечно же это затянуло но потом я поняла насколько это неправильный подход к делу насколько это вредный подход к делу я вам неоднократно это уже все рассказывала что все это очень вредно и все это все эти результаты и все это идеальное тело она добивается только одним способом она добивается способом запретов запретов ограничений но потом ваш мозг вам это все возвращает и говорит, ага, да, ты нам запрещала есть столько времени шоколадки и сладкое, значит, мы сегодня запасемся и съедим три плитки шоколада. Я думаю, вы замечали, что люди, которые часто сидят на диетах, люди, которые спортсмены, у которых есть постоянные ограничения в еде, они, как правило, едят намного больше, чем люди, у которых нет никаких ограничений. Я это замечала по себе. Я ем намного больше, чем все мои подружки, которые ни на каких диетах не сидят. Намного больше. Всегда, когда мы выходим в ресторан, я ем больше всех. И я типа тренер, да, даже не то, чтобы тренер, а я человек типа с фигурой, да. Вот, но это правда. Я всегда ем больше, чем едят все мои подружки. Соответственно, у меня намного больше риск поправиться, чем у всех моих подружек. А знаете почему? А потому что я привыкла, что у меня есть куча ограничений, просто кучаща. И мои подружки, у них нет ограничений, они понимают, их мозг понимает, что им ничего не запрещено, им можно кушать все. Вот, например, есть у меня подружайка, одна Наталья, да. Вот, она понимает, что ей можно есть все без ограничений, нет у нее никаких запретов. Она все это благополучно ест, она не поправляется, она постоянно в одной и той же форме, она не толстая, потому что ее организм, он не дает ей сигналы тревоги. А почему? А потому что она не сидит на диетах. Абсолютно. И что получается? Что мой организм постоянно находится в этом состоянии тревоги. Не то чтобы организм, мой мозг находится в состоянии тревоги. И он постоянно мне дает сигналы. Нам нужно пожрать. И пожрать, и побольше пожрать, потому что скоро ты сядешь на диету, начнешь свою дурацкую сушку, не будешь нам давать еды, мы будем голодать, мы будем умирать от голода и от жуткого, как оно называется, сет на испанском, сушняк, да, ладно, я так схожу, пока я вспомню это слово, от жуткого сушняка, да, нехватки жидкости, нехватки всего, всего абсолютно. И, соответственно, я действительно намного больше ем, чем все мои знакомые водружайки. Действительно. И в этом мало кто верит, пока не выйдет со мной в какой-то там ресторан на поесть. Я всегда заказываю больше, потому что я себе позволила сейчас, и мой организм говорит, да, давай еще, и еще, и еще, потому что скоро у нас голодуха будет, скоро ты опять себе придумаешь свои дурацкие выступления и соревнования фитнес-бикини, опять мы будем голодать. Вот и все, понимаете? Вот поэтому очень важно проработать это со своей головой. Вот я сейчас очень много работаю со своей головой, даю себе понять, что, Карина, еды достаточно, еды много, еда есть, слава богу, все хорошо, еда есть в изобилии. А это значит, что не нужно напихиваться тремя тарелками вот на буфете. Да, сейчас мы приехали в отель, где завтрак был буфет. И я вам скажу честно, что я взяла себе две тарелочки еды, по сравнению с тем, как раньше я набирала 4 тарелки на таких буфетах. Я набирала кучу сладостей, кучу тортов, мороженое. Это была еда, и, конечно же, полезная, потому что я, в принципе, не полезную еду не люблю, честно. То есть меня никогда не привлекают, например, какие-то бургеры такие, знаете, жуткие. Меня не привлекают какие-то жареные шкваренные штучки, честно, не привлекают абсолютно. Я действительно, мне нравится из мяса куриная грудка, если она хорошо приготовленная. Почему нет? Мне нравятся овощи, я люблю, мне нравятся фрукты. Ну, то есть у меня с этим никогда не было проблем. Но я, например, всегда, я вам говорила, проблема со сладостями. Так, давайте я сейчас все-таки немножко с ликос поснимаю, вам порассказываю всю эту красоту. Вон там такая рыба плавает вообще. Супер. Вот. Поэтому продолжим нашу с вами тему. Поэтому очень важно убирать абсолютно все запреты. Убирать абсолютно все установки в плане «это нельзя, это я исключаю, это я исключаю, это я исключаю». Единственный момент, когда вы действительно должны себе в чем-то отказать и сделать какие-то запреты, да, исключения, возможно, это только в том случае, если у вас есть какие-то действительно серьезные проблемы со здоровьем, у вас есть какие-то заболевания, и у вас какие-то есть непереносимости или аллергические реакции, да, вот тогда вы действительно можете себе запретить, например, да, там, вы заметили, что, или вам точно сказали, что у вас аллергия на морепродукты, например. То есть вот здесь уже, да, вы знаете, что морепродукты вам нельзя, и в конце концов, что у вас происходит? Вы настолько это понимаете, что потом вам их и не хочется есть. Вот согласитесь, вот многие люди вот так вот и есть, что… А почему? Потому что они понимают, что оно не принесет им никакой пользы, что от этого будет только плохо. Это первое. И второе – это когда вы понимаете, что у вас есть все в изобилии. Вот сегодня я зашла в буфет, и я сама себе сказала, «Карина, здесь очень много еды. Еда в изобилии. Слава богу, все хорошо, повторюсь, да? У нас есть еда. Всего куча. Ты можешь съесть все, что ты хочешь. Абсолютно. Бери все, что ты хочешь, и кушай». И я спокойно взяла самое минимум, все самое необходимое. Я взяла себе, как всегда, омлет, два кусочка бекона, там помидорки. И потом я сделала себе… Кстати, то, как я сейчас кушаю, вы можете заходить, посмотреть. У меня на странице в Инстаграме, потому что там я действительно выставляю фотографии именно всех-всех своих блюд, которые я ем. Ага, тут у нас уже выход. Сейчас мы поднимемся, пойдем с вами в другую сторону. Они тут еще что-то строят, наверное. Поэтому, если вам интересно, я вам говорила, что немножечко сделала питание более жирным, потому что я немножко поэкспериментировала кето, но я вижу, что тоже. Это очень хороший вид питания сейчас. Но я вам так скажу, что все равно такое, как, например, фрукты и овощи, это у нас углеводы, я считаю, они должны быть в рационе, потому что, ну, это такие вещи, которые действительно содержат какие-то витамины, минералы и так далее. Поэтому их не нужно исключать. И всегда, если хочется сладкого, все-таки лучше съесть какой-то фрукт, чем съесть кусок шоколада, например. Ну, шоколад еще более-менее, да, куда ни шло. Шоколад тоже, я считаю, что можно, если это, например, небольшое количество, да, мы знаем все, что шоколад, он полезный. Не буду говорить, что это глупости, нет. Вот, а, например, если это будут какие-то непонятные конфеты, которые вообще, ну, там и не шоколада, и ничего нет, да. Поэтому нужно учиться только одному, это позволять себе все, это давать понять организму, давать понять мозгу, что все хорошо, что у нас все есть, что у нас всего хватает, что мы не голодаем, что мы ни в чем себе не отказываем. И все. И тогда вот в этом случае слушаться, вы мне, конечно же, скажете, а, вот если я себе позволю съесть все, что я хочу, я знаю, что я сейчас сяду, затопчу целую пиццу, запью это все кока-кола, и потом еще заем это все десертами, и, естественно, я поправлюсь. Вот. А почему это происходит? Потому что вы еще со своим мозгом не проработали, не проработали тот факт, который называется разрешить себе все. Вы можете где-то там типа разрешить, но не до конца. Это все как обычно, это все дело времени, это все дело, это все процесс. И любой процесс, он длительный, любой процесс. И, к сожалению, всегда результаты, их можно добиться только упорной работой, ежедневной работой. Но здесь точно так же. Это ежедневная упорная работа над вашим мозгом, над вашим мышлением. Ну, вот они, рыбы. Я им не взяла ничего вкусного. Вот. Поэтому я вам сегодня поснимаю вот так территорию, поговорю с вами о том, о чем я хотела поговорить. Вы мне скажете, напишите свое мнение, практикуете вы такое или нет, или все же вы сидите на каких-то диетах, все же сидите на каком-то питании. Вот. Потому что я сейчас все-таки поняла, что мне нужно найти свой подход. Я очень хочу его найти, потому что я понимаю, что подход в плане фитнес-бикини – это не мой подход. Плюс эти результаты, они очень кратковременны. Как только вы опускаете хотя бы немножко свой ритм, результаты сразу теряются. Плюс очень сильно у вас существует такое чувство, вот это, знаете, несовершенства. Потому что когда вы доводите свое тело до совершенства, такое, как соревнования, вы видите эти идеальные формы, и потом что у вас происходит. Я вам тоже уже это все рассказывала, но я повторюсь, кто не слышал, кто не знает. Потом у вас начинается вот эта болезнь, которая называется несовершенство, потому что вы всегда хотите быть вот в такой идеальной форме. И это нереально, нереально поддерживать форму соревнований на протяжении всего года. И те, кто это делает, те, кто это практикуют, они просто умирают, я вам скажу честно. Очень много блогеров, которые сейчас умирают в 20 лет, именно из-за этого. Потому что они постоянно держат свое тело в абсолютном обезвоживании, с нулевым процентом жира. Это все очень красиво, это все очень классно, это все супер-мега-мышцы. Но проблема в том, давайте мы с вами пройдемся, да, наверное, немножко. Но проблема в том, что это ненормально для любого организма. Для любого организма обезвоживание – это плохо, и вы это прекрасно знаете. Поэтому поддерживать такую форму, как форма соревнований, это несовместимо с жизнью. Значит, смотрите, там дальше людишки, обедают, я не буду туда идти. Но вы поняли, в общем. Территория очень большая, очень красивая. Сейчас мы с вами пройдемся дальше. И я поняла, что, например, тот же культуризм, тот же фитнес – это не мое. Что я не готова проводить пять часов в день в спортзале. Я не готова сидеть на жутких диетах. Потому что потом организм хочет восстановить все то, что вы ему не давали. И, естественно, начинает все это употреблять в три раза больше. И это неправильно. Потом вы набираете за два дня четыре килограмма, потому что организм набирает потерянную воду, но он набирает ее вдвойне, потому что он постоянно находится в тревоге. В тревоге, что вы ему не дадите. И это касается не только культуризма. Это касается абсолютно каждого человека, каждой женщины, мужчины, может, которые всю жизнь пытаются похудеть, и у них это не получается. А не получается именно по этой причине. Потому что вы постоянно пытаетесь сидеть на каких-то диетах, вы постоянно себя ограничиваете, запрещаете себе. Постоянные запреты, они приводят к срывам. Рано или поздно. Поэтому любые запреты, вообще любая диета – это какие-то запреты. Вы где-то себе в чем-то отказываете. И к чему это приводит? К тому, что рано или поздно ваш организм скажет «Да пошла ты!» и будет требовать все то, что вы ему не давали. Вот сейчас я занялась этим. Хочу найти свой идеальный способ. Я знаю, что я 100% его найду. Я 100% найду тот способ, который будет подходить очень многим женщинам. Я обязательно буду с вами делиться своими наблюдениями. Поэтому я сейчас тоже как бы не в самой лучшей форме. И целлюлит нарос непонятно, это я вам уже говорила. И с жидкостью проблемы. Но я понимаю, что все это по какой-то причине. Причину эту я обязательно найду. Я буду рыться. И я до последнего буду рыться. И буду искать свой идеальный способ. Потому что я знаю, и я твердо уверена, что существуют способы иметь идеальную хорошую фигуру. Идеальную для каждого. У каждого свой идеал. Я думаю, что это существует. Иметь хорошую форму. Но при этом не проводить по 5 часов в спортзале каждый день. Потому что у нас физически просто нет столько времени для того, чтобы проводить столько часов в спортзале. Это ненормально. Понимаете? Люди, которые себя этому посвящают, и которые потом зарабатывают на этом, у них есть на это время. Потому что это их профессия. А человек обычный нормальный не может столько времени. Он даже 3 часа не может выделять. Вот как я раньше занималась. Это были 3-х часовые тренировки. Потому что я себя этому посвящала. И я поняла, что я не хочу. И также я знаю, что я найду идеальный способ не то чтобы питания, а я просто согласую это со своим организмом. Я согласую это со своим мозгом. Дам ему понять, что у нас нет никакой опасности. что мы можем кушать все, что мы хотим. И тогда организм не будет требовать ничего. Организм будет требовать только необходимое. А необходимое это будет кусочек мяса, это будут какие-то овощи, это будет кусочек десерта. Вкусного, нормального, хорошего. Это не будет пол торта или вся плитка шоколада. Понимаете? Даже сейчас, например, я не ем уже всю плитку шоколада. А действительно делю ее на много дней. Для меня это вообще супер достижение. Снова гранаты висят. Потому что раньше я садилась, и у меня мама была в шоке. Говорит, как ты можешь есть столько сладкого? А теперь я понимаю, как я могла есть столько сладкого. Потому что мой организм понимал, что может прийти тот день, когда я запрещу ему есть сладкое. Потому что мне нельзя будет. Потому что мне готовится на соревнованиях. Естественно, он у меня сейчас просит всю плитку шоколада. И если я ему дам две, он съест две плитки шоколада. Понимаете? А ведь это неправильно. И, конечно же, это далеко не полезно для организма. Естественно. Вот. Поэтому давайте вместе будем находить наши идеальные способы. Я знаю, что очень многие экспериментируют. Не то чтобы экспериментируют, а давно уже ввели в свое образ жизни питание кето. Я не буду исключать. Это очень хорошее питание. Я бы даже не назвала его кето. Сейчас по курсам, которые я прохожу, это не кето питание. Это нормальное, хорошее, адекватное питание. Я вам уже говорила, что это то питание, с которым мы появились сюда, с которым мы пришли в этот мир. Мы должны питаться белками и жирами. Углеводы появились намного позже. И в них нет никакой необходимости. Просто из-за того, что сейчас весь наш мир настолько поменялся, поменялась вообще вся наша индустрия продуктов и питания настолько поменялась, что нас запичкали углеводами. Их ввели в таком огромном количестве. Они везде вокруг нас преследуют. Плюс они вызывают очень сильную зависимость. Вот вы обратите внимание, если вы начинаете есть сладкое, вы потом постоянно хотите есть сладкое. Оля! Постоянно. Если вы начинаете есть хлеб, вы хотите еще больше этого хлеба. Ну то есть они вызывают очень сильную зависимость. Поэтому есть этот вид питания как кето совсем безуглеводный, потому что когда вы бросаете, вы, грубо говоря, перетерпели этот момент, и потом им уже их не хочется. Но если вы начинаете их есть, они вызывают зависимость. Это действительно так и есть. Это правда. Вот. Так же, как и фрукты. Вы начинаете их есть. Хочется еще больше, но с фруктами все равно не так, как именно с углеводами, которые очень искусственные, такие как, например, сладости или как выпечка. Вот. Поэтому я вам предлагаю ну тем, кто еще пытается найти какой-то свой идеальный способ, идеальный способ питания для того, чтобы похудеть и наконец-то обрести свою идеальную форму, идеальную фигуру, просто перестать себе запрещать, перестать себе давать постоянно мозгу эти сигналы, ограничивать себя, а просто реальность есть перед полным столом еды и просто спросить у своего внутреннего я. Вот. Это вот называется гармония, да, с собой, когда вы спрашиваете сами себя, а что ты сейчас на самом деле хочешь? А действительно ли ты хочешь съесть весь этот кусок торта огромный, да? Или ты хочешь просто съесть кусочек? Либо твой мозг тебе говорит, сожри все, потому что завтра ты сядешь на диету. Нет диет, диет не существует, мне не нужно худеть. Вот представьте, что вам не нужно худеть, что у вас все хорошо. И просто скажите, что я сейчас ем то, что я хочу, и то, что мне необходимо моему организму, именно то, что необходимо, и то, что вот мне хочется. Хочется мне вот чуть-чуть этого, чуть-чуть этого, чуть-чуть этого. Это все, еще раз вам повторю, это все процесс, это все работа, это все не получается сделать за один раз. Это нормально. У меня тоже сейчас я вроде себе позволяю все, но все равно внутри у меня есть это чувство вины, чувство того, что мне не нужно было вот это есть, не нужно было есть вот то, или вот этого нужно было сесть меньше, это все еще присутствует. Вот от этих всех таких обвинительных чувств нужно избавляться. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Потому что это ни к чему хорошему вас не приведет. Это приведет только к пищевым расстройствам. Это приведет к тому, что вы будете постоянно себя грызть за то, что вы съели не то, съели не в том количестве. Это бесконечное чувство вины, которое никогда не кончается, не проходит. И от этого нужно избавляться. Нужно привыкать кушать все, но именно то, что вы действительно сейчас хотите. Не разделять продукты на хорошие и плохие, а просто слушать себя. Ну, это вот сейчас мое такое мнение, знаете. И что я вам могу сказать? Что я тоже сейчас это практикую, да. Я тоже далеко не в идеальных отношениях, можно сказать, сама с собой. Но я все это пытаюсь практиковать. И я знаю, что у меня получится рано или поздно. Я знаю, что у вас получится рано или поздно. Вы должны верить в себя. В первую очередь, это вера. И у вас все получится.